Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Дмитрий Павлов. Здравствуйте! Снова пожар в Самаре. В высотке на Советской армии 238 сгорела квартира. Прибывшие пожарные установили, что горели домашние вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 25 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Погибших и пострадавших нет. На место вызова было задействовано 9 единиц техники и 35 человек. К происшествию мы еще вернемся в течение выпуска, а пока к другим новостям. В Самаре 17 февраля распределят свободные места в детские сады. Все пройдет в автоматическом режиме. Администрация Самар рекомендует проверить данные, указанные в заявлении, и при необходимости через МФЦ внести изменения. О зачислении ребенка в детсад родителям сообщат сами сотрудники учреждения. Также результаты распределения можно узнать по интернету на специальных ресурсах. О своем согласии с предоставленным местом нужно будет сообщить в течение 10 рабочих дней в детский сад. Необходимо письменное подтверждение. Отказ следует направлять в МФЦ. В Самарской области выявлено еще 691 случаев коронавируса. Из них 54 пациента госпитализировано. Остальные будут лечиться дома. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 503 823 человека с новой инфекцией. Большинство, а именно 489 844 жителей региона смогли победить опасный недуг. Только за сутки выписано 623 пациента. Увы, но жертвами ковида-19 стали 8229 наших земляков. В том числе один человек за минувшие сутки. Ужасный запах от нечистоты, полная антисанитария. С такой проблемой столкнулись жители дома номер 37 по улице Советской. Все дело в засорившейся канализации. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Смотрите, общий засор месяцами. Вот там купаемся мы. Смотрите, вот общий засор. Ознакомительная экскурсия для нашей съемочной группы. Жители этой трехэтажки сразу нас приглашают в эпицентр, в подвал. Магия телевидения не позволяет передать всех благоуханий, которые здесь стоят. Но находиться там можно не больше минуты. У нас нет никаких условий фактически для жизни нормальные. Постоянные засоры. Вот сейчас очередной раз засорилась канализация. Душ полностью забит, извините меня за такую подробность, дерьмом. По-другому это не скажешь. Стоит вода недели. Вот этот весь засор, запах на все три этажа. Люди не могут, не говоря уже искупаться, дышать невозможно. Здесь проживают и старики, конечно, инвалид первой группы, маленькие дети. Вы понимаете, в нашем доме есть комендант. Неоднократно к нему обращались. Она поясняет так. Звоните в водоканал. В водоканал неоднократно даются заявки, но они не приезжают. Вот этот вот засор нынешний стоит неделю. До этого мог стоять месяц. И никому нет никакого дела. Вы понимаете, квартплата очень высокая. Все дело в засоренной канализации. Этой проблеме дома номер 37 по улице Советской уже не первый год. Люди обращались во все возможные инстанции. Везде слушают, сочувствуют, обещают помочь и даже что-то делают. Но ощутимого результата нет. Слава здесь все залито. Звоним. Вообще никак не реагируют. Да, заявка принята и все. Запах из подвала доходит до всех квартир. Вплоть до третьего этажа. И если летом можно открывать окна, чтобы проветрить помещение, зимой можно замерзнуть. Да и принять душ в этом доме практически невозможно, говорят люди. В баню пойдем. Вот другого выхода нет. Пойдем в баню. Ну или вечером в тазике. Или вот... Потому что больше никак. Конечно, это же ничего не высасывается. Все, да, течет в подвал, поднимается вода. Запах неимоверный стоит. Соответственно, крыса таркана тоже. В этом доме живут в том числе маленькие дети и пенсионеры. За их здоровье опасаются больше всего. Ирина Игнатьева, Александр Семенов, Дмитрий Лукин, СТВ У самолета, летевшего из Самарканда в Самару, отказалась система предотвращения столкновений. Нештатная ситуация произошла в 19.25 по московскому времени, когда самолет находился в воздушном пространстве Республики Казахстан. Капитан доложил об отказе системы предупреждения столкновений с самолетом в воздухе. Борт продолжил следовать по маршруту. Еще раз подтвердив информацию об отказе системы при входе в зону Самарской области. Самолет удачно приземлился в 20.31 в Курумыче, где в субботу произошел инцидент. Жуткая авария. В Самарской области на трассе столкнулись две легковушки. В Октябрьске сбили школьника. 11-летнему пешеходу назначено амбулаторное лечение. И серьезная авария большегруза и газели. Обо всем по порядку в обзоре происшествий. В Самарской области на трассе столкнулись две легковушки. Жуткая авария. Два автомобиля врезались лоб в лоб. По информации Главного управления МВД России по Самарской области, ДТП произошло во вторник, 14 февраля в 8.20. Все случилось на автодороге Самара-Бугруслан. Водитель на Вазовской 14-й ехал со стороны Алексеевки. На втором километре трассы он столкнулся со встречной 12-й. Обе легковушки буквально расплющило. Оба водителя выжили. Они доставлены в больницу. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. В Октябрьске сбили школьника. Водитель наладок Алина двигался в условиях снегопада по улице 3 октября со стороны улицы Мира в направлении улицы Восточной. В районе дома номер 2А не выбрал безопасную скорость и наехал на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства в границах перекрестка. В зоне видимости пешеходный переход отсутствует. 11-летнему пешеходу назначено амбулаторное лечение. В Самарской области на трассе в сторону Нефтегорска, не доезжая села Просвет, произошла серьезная авария. Столкнулись газель и грузовая фура. Судя по фото, первое авто совсем в плачевном состоянии, а большегруз улетел в кювет. На месте ЧП работают экстренные службы. Есть ли пострадавшие в этой аварии, выясняют правоохранители. Баскетбольная Самара продолжает серию матчей с соперниками из ближнего зарубежья. Очередной экзаменатор Астана. Напомню, крайний матч в единой лиге наши соперники провели 1 февраля. Они на домашней площадке переиграли Минск в 86-82. Причина паузы в первой половине февраля в Казахстане был разыгран Кубок страны. 11 февраля был сыгран финальный матч и он принес Астане юбилейный 10-й титул. Самара и Астана встречались дважды. Оба матча нынешнего сезона завершились в пользу нашей команды. 93-58 в Самаре и 99-51 в Астане. Новая встреча 15 февраля, начало в 19.00. Сегодня, 14 февраля, отмечается День Святого Валентина. Иначе говоря, День всех влюбленных. Праздник из другой культуры, но прижившийся в России. Наши корреспонденты решили выяснить у самарцев, будут ли они отмечать этот заморский праздник. Я думаю, что праздник День Святого Валентина стоит отмечать. Если у тебя особенно есть вторая половинка, если ты любишь человека. Я думаю, это достаточно классный праздник. А для тебя он, что значит? Я думаю, Святой Валентин – это день, когда ты можешь провести здесь своим любимым человеком. Я думаю, что стоит. Это столько радости приносит, особенно молодежи. Поэтому я думаю, что стоит. А для вас что это значит? Для нас гармония тоже, любовь в семье. Пожелание. Да, чтобы все были счастливы, всех любили и все были любимы. Конечно, если есть вторая половинка, почему бы и нет? Ты сегодня уже получил Валентинку или сам подарил кому-то? Нет еще. Впереди все? Все впереди. Для меня этот день, наверное, сейчас не так актуален, но если есть вторая половинка, я думаю, действительно это стоит отметить. А почему он потерял актуальность? Повзрослел? Нет, не потерял актуальность просто, но нету второй половинки. День влюбленных, хороший день, снежок идет. Любовь-то есть в сердце? А как же? А куда денется-то? А стоит отмечать этот праздник? Стоит. Вы уже готовитесь? Вы будете сегодня праздновать? Да, все приезжают. Подарки? Уже есть. Ну, всем здоровья, счастья, любви. Ну и самого-самого наилучшего в жизни. Ну, тем, кого любовь искреннее могу пожелать, беречь ее, побольше разговаривать друг с другом. Так вот все веды обойти можно стороной. Для меня это день влюбленных, но не день Святого Валентина. Отмечаете? Как день влюбленных, да. А что вот в этом отмечании для вас главные? Подарки, там, внимание? Внимание тех мужчин, которые в меня влюблены. А вы тоже подарки какие-то дарите? Я и так подарю. Отлично. Пожелание может быть всем влюбленным? Чтобы у всех в сердце был мир, гармония, огонек, чувства и любовь свесет мир. И о погоде. В Самарской области в ночь на 15 февраля похолодает до минус 12. Днем сохранится пасмурность и снегопад местами усилится. Подует юго-восточный ветер. Температура воздуха ожидается в районе минус 2-7 градусов. По информации Приволжского ГУМС, на этой неделе в регионе погоду определяет циклон, смещающийся с Кольского полуострова через правобережные районы Волги на запад Казахстана. Сохранится облачная погода, пройдет снег разной интенсивности. В конце рабочей недели влияние циклона ослабнет, и интенсивность осадков уменьшится. На этом выпуск завершен. Интересные новости программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Смотрите наши новости в телеграм-канале. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.